Визит в Бобруйскую епархию, мошенники в сети и патриоты за рулем автопробег за Беларусь объединил единомышленников на дороге. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Николай Силков, мы начинаем. Запуск БелАЭС, диалоговые площадки и семейный капитал. Счета по новой программе открыли свыше 7,5 тысяч многодетных. На что идут деньги? Это войдет в историю. Патриарши Экзарксия Беларуси Вениамин посетил Бобруйскую епархию. В чем суть визита? Максим Кемблер расскажет подробности и проанонсирует написание иконы. Киберпреступления растут не по дням, а по часам. Зафиксировано значительный рост количества преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан с использованием компьютерной техники. Мошенники орудуют на площадке объявлений «Куфор». Каждый пункт предупреждения площадки «Торговый Куфор» был про нас. Как отличить покупателя от афериста? Затерянные в лесу. Сводки спасателей пополняются новыми сообщениями каждые выходные. Как не запомнить гребной уикенд на всю жизнь и выбраться из леса? Анастасия Пахлёстова расскажет топ простых правил. Отказ от дебатов, призыв к протестам и предпосылки к сокращению добычи нефти в Норвегии бастуют рабочие. Причем здесь черное золото. Движение в красно-зеленых тонах. Город присоединился к республиканскому автопробегу за Единую Беларусь. Стартовала патриотическая акция в столице. Маршрут пролег через Марину Горку, Осипович и Бобруйск, мемориальный комплекс. Алла, Жлобин и Гомель. Наша съемочная группа тоже отправилась в трип по стране. Суббота, 10 утра, площадка у Ледового дворца. Именно здесь собираются участники автопробега из Бобруйска. Люди разных профессий и возрастов, но одного взгляда на жизнь. Буквально на каждой машине государственный флаг. Символ стабильности, мира и спокойствия. На часах в 10.15 колонна стартует на выезд из города. Маршрут пролегает через Минскую. Первая остановка – деревня Сычково. Дожидаются тех, кто отстал. За Беларусь, за Лукашенко, за Батьку, за мирную нашу Беларусь. Чтобы мои дети, внуки жили счастливо, спокойно, красиво и так и белорусы. Из Минска на Гомель через Марину Горку, Осипович и Бобруйск и Жлобин. Свыше 350 километров. Именно такой маршрут очередного республиканского пробега за Единую Беларусь. На прошлой неделе многочисленная автоколонна проехала через всю Синеокую. От границы с Россией до Брестской крепости. На этот раз курс на юго-восток. На трассе П-31 патриоты из Бобруйска дожидаются единомышленников из Минска и Осиповичей. Пока колонна на подъезде, самое время сделать фото на память. Все семьей. Жена, собачка. И вот наш друг Александр Константинович. И даже Максимилиан с нами. Я родился в Советском Союзе. Вырос я в СССР. Родину и мать не выбирают. Она у нас одна единственная. Мы ее любим. На любимую не продают. 11.30 на горизонте появляются машины со столичными номерами. Масштабное движение в поддержку мирного неба над головой направляется в сторону Светлогорского района. В Чирковичах ряды белорусов пополняют новые участники патриотической акции. Следующая остановка – мемориальный комплекс «Ала». В колонне жители разных уголков государства красно-зеленые убеждены – сила в единстве. Мы с Гомелем. Настроение замечательное. Всегда участвуем. Хотим показать, что мы за мирную Беларусь. И у нас много. Некоторые говорят – уйди. А мы хором говорим – останься, Александр Григорьевич. Останься. Мы тебя поддерживаем во всех вопросах. Этот мемориальный комплекс открыли в июне 2020-го. Да великое отечественное место было домом мирных жителей. В июле 41-го деревню оккупировали. Людей расстреливали и сжигали заживо. Тогда погибло почти 2000 человек, половина среди них – дети. В Оле фашисты уничтожили в 12 раз больше людей, чем во всем известной Хатыни. Здесь захоронено свыше 2000 советских воинов и мирных жителей. Вместо громких лозунгов – минута молчания. К подножию обелиска возложили венки, алые гвоздики и полевые цветы. Кровью вот таких мест покрыта вся наша Беларусь. И сегодня я очень рад, что я одно, что поддержал акцию за мирную Беларусь и оказался здесь своими товарищами и коллегами. Нас здесь много. И тем самым хотим показать – мы едины. Только если мы будем вместе, не будем делить на наших, на ваших, у нас будет все хорошо, будет сильно претвертающее государство. После экскурсии колонна с национальными флагами направилась в сторону Жлобина. Уже через несколько часов автопробег финишировал на площади Ленина в Гомеле. Его участники присоединились к форуму «Беларусь – это мы». Он объединил сотни молодых людей из всех уголков юго-восточного региона. Мария Бересневич, Кристина Ариянс, Максим Галенка. Итоги недели. Новые резиденты «Зеленая страна» и физические эксперименты. БелАЭС готовится к выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Для чего нужны общественные слушания. Спросим и моей коллеге Анастасии Пахлёстовой. У нее самый подробный обзор громких заголовков. БелАЭС получила разрешение на право выполнения физических экспериментов на малой мощности. После завершения этих этапов рассмотрят вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Госатомнадзор обращает внимание, что перед этим проведут общественные слушания, чтобы довести до людей информацию о ходе и результатах экспертизы безопасности. В стране начали работать диалоговые площадки по актуальным вопросам развития государства. Реформа Конституции, повышение роли местного самоуправления, молодежная политика, социальная сфера и экономика – основные темы для обсуждения. По итогам встреч все предложения будут направлены в Оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания. Более 80 новых резидентов зарегистрировали в парке высоких технологий. Ряды резидентов ПВТ пополнили представители различных сфер, среди которых логистика, электронная коммерция, игровая индустрия, медицина, аудит, консалтинг и образование. Сегодня парк высоких технологий объединяет 969 компаний. Счета по новой программе «Семейный капитал» открыли более 7,5 тысяч многодетных. На 1 октября на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано без малого 24 тысячи заявлений. Из них почти 90% запрашивают на улучшение жилищных условий. После идет получение образования, следом оказание медицинских услуг. Всего открыто почти 90 тысяч депозитных счетов. Более 50 аллей семейных деревьев заложат белорусы этой осенью. Благоустройство уже существующих парков будет продолжено. Планируется установка малых архитектурных форм и табличек. Проект направлен на укрепление Института семьи и традиционных ценностей. Реализуется он в БРСМ в тесном взаимодействии с Министерством природных ресурсов и охраной окружающей среды. Протесты в Киргизии. В самом разгаре третья за 15 лет цветная революция в стране. Чего хотят манифестанты? Мой коллега Максим Кембель держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. В Киргизии неотмена итогов парламентских выборов, неоставка премьера и спикера не успокоили протестующих. Они продолжают громить улицы и административные здания. Их лидеры выдвигают самые разные, зачастую противоречащие требования. От импичмента президенту до полного хода всех прежних политиков и депутатов из руководства страны. Президент же призывает всех к порядку и сам пытается проявлять терпение. К чему уже привела борьба за власть в Киргизии? Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Анастасия Пахлёстова и Максим Кембель с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Молитва, которую объединяет Бобруйск, посетил патриарш и экзорсия Беларуси Вениамин. Митрополит Минский Заславский провел службу в кафедральном соборе святителя Николая, посетил Центр Покрова и Православную Гимназию. Это, к слову, первый приезд митрополита в наш город. В воскресенье 8.50. Десятки верующих собираются в главном храме города, кафедральном соборе святителя Николая. Служба в этот день праздничной вдвойне. Воздвижение животворящего креста Господня и приезд патриаршего экзорха в сиа Беларуси Вениамина. Напомним, 6 сентября святейший патриарх Кирилл возвел епископов Сан Митрополита. Божественная литургия прошла в храме Христа Спасителя в Москве. Внутри кафедрального собора яблоку негде упасть. Это неудивительно. Многие хотят лично поприветствовать главу Белорусской Церкви. Священнослушители отзываются о новом экзорхе, как о большом молитвеннике и чутком духовном отце. Митрополит Вениамин совершает божественную литургию в Никольском кафедральном соборе. Его преосвященству помогает епископ Бобруйский и Быховский Серафим. На службе присутствуют и первые лица, в их числе председатель Бобруйского горисполкома, чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Беларуси. По завершению службы патриарши, экзорг, всея Беларусь Вениамин и епископ Бобруйский и Быховский Серафим обращаются к прихожанам. И сегодня слышали слова святого апостола Павла из послания к Галатам. Я живу верой в возлюбившего меня, Сына Божия, и предавшего себя за меня. И теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот эти слова должны быть словами каждого из нас. Потому что Христос – это любовь, это прощение, это жертва, это мир. В подарок митрополиту Вениамину епископ Бобруйский и Быховский преподносит икону святителя Нектария Эгинского, одного из самых почитаемых святых в православном мире. Следующей остановкой в маршруте Владыки становится Центр поддержки семьи, материнства и детства Покрова. Митрополит знакомится с его работой, общается с прихожанами и обсуждает дальнейшие этапы развития. После духовная делегация направляется в православную гимназию Бобруйска. Пусть вам Бог помогает. Примите каравай, на праздник приглашаем. Ваше превосходительство, господин Саратов. Спасибо. Гимназия открылась в 2007-м. Она стала правильным примером реализации договора о сотрудничестве Белорусской православной церкви и Министерства образования. Митрополит заглядывает на урок детям, вручает сладкие подарки. После всех гостей ждет концерт. Митрополит отмечает, после назначения на столь высокий пост, он должен ознакомиться с работой всех епархий Белоруссии. Знаю о том, что многие проекты и в социальной сфере, и в образовательной сфере они на очень высоком уровне Бобруйской епархии. И задача в том, чтобы все лучшее, что есть епархия, постараться еще раз увидеть, переосмыслить и потом этот опыт предложить в пределах всего экзорхата, чтобы был такой живой обмен и движение вперед. Это основная задача, а прежде всего, конечно, это совместная молитва, которая объединяет, вдохновляет и помогает нам понимать лучше друг друга. Я, честно говоря, приятно удивлен тем, что делается в Бобруйске. И, наверное, кое-что, может быть, я буду предлагать и у нас в Молдове. Потому что вот такие примеры, которые я вижу здесь, они действительно помогают людям становиться другими. И особенно в это очень непростое время. По завершению концерта митрополиты и дети запускают в небо воздушные шары. Символ веры в светлое будущее. Еще одним итогом встречи стало благословение патриаршего экзорха всей Беларуси. В городе появится Бобруйская икона Божией Матери Адигитрия. Теперь идея, которой не один год точно воплотится в реальность. Сейчас мы общаемся с иконописцами, с рядом с иконописцами, которые могли бы взять эту работу. Через полгода по планам икона должна быть уже написана. Где нам будет располагаться вопрос, который решится по окончанию всех работ. Безусловно, Алик станет духовным сокровищем всего города. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан. Итоги недели. Зима не за горами. В Бобруйске завершены работы по подготовке к отопительному сезону. Паспорта готовности получили более 700 потребителей. Сани, как известно, готовят летом. Вот и коммунальщики еще до начала холодов выполнили весь спектр подготовительных работ. Проверили приборы учета, манометры, термометры, заменили счетчики и трубы. В этом году у нас получили паспорта готовности все потребители и теплоисточники города Бобруйска. 704 потребителя и 63 теплоисточника. То есть, в принципе, все работы потребителями на системах отопления завершены. Главный критерий включенных батарей – температура воздуха за окном. Первым делом, напомним, тепло поступит в больницы, детские сады и поликлиники. После идет жилфонд. Последняя в очереди – административное здание. При этом градус термометра должен держаться ниже 8, минимум 5 суток. Спешка, невнимательность или нежелание думать о других – причин много. Результат один – административная ответственность. В дежурную часть ГАИ все чаще стали поступать жалобы о неправильной парковке на местах для инвалидов. Лично в этом убедилась и наша съемочная группа, которая вместе с инспекторами в час пик прокатилась по больным местам автолюбителей. Каждое парковочное место для людей с ограниченными возможностями в полтора раза шире обычного – 3,5 против 2,5 метров. Разметка на них всегда должна быть четкой шириной линии 10 сантиметров. А место обозначено знаком. Такие условия неспроста. Когда приезжает инвалид, ему нужно выгрузить коляску и пересесть в нее, а значит, открыть двери до упора. И располагаются такие места ближе к входу, чтобы сократить путь. А это ли не лакомый кусочек для тех, кто спешит или не заморачивается? Неправомерная стоянка транспортных средств на местах, отвезенных для стоянки транспортных средств инвалидов, величит наложение штрафа в размере двух базовых величин. Не заметил знак, спешил, свободных мест не было. Топ причины, из-за которых водители занимают специальные места. И такие нашлись буквально на первой парковке у супермаркета. Свой «Мерседес» девушка оставила неподалеку от входа, так как опаздывала и вакантных участков для своего внедорожника больше не нашла. В другую ситуацию попал шофер маршрутки. Его машина стояла на площадке для инвалидов одним колесом. Но этого достаточно, чтобы человек с ограниченными возможностями уже не смог заехать на положенное ему место. Как итог, пять базовых. А это ни много ни мало. Не порадовала обстановка и на следующей стоянке возле торгового центра. Уже в другом конце города два места из пяти возможных заняты машинами без специальных знаков. Спустя пару минут владельцы обоих авто спешили навстречу инспекторам. Вину признали, спорить не стали. Стал в запрещенном месте. А знали, что запрещенном месте? Да. А чего стал? Нигде было стать больше. Еще раз будете становиться? Не, уже не буду. А вот что говорят на этот случай правила дорожного движения. Парковаться на местах, обозначенных дорожным знаком «Место стоянки» с табличкой «Дополнительная информация инвалиды» имеют право все инвалиды, первые и вторые группы или лица, осуществляющие их перевозку. При этом инвалиды третьей группы или лица, которых перевозят, вправе парковаться на таких местах и использовать соответствующую наклейку только при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата. Паркуйтесь правильно. Кристина Ариянс, Максим Галеонко. Итоги недели. Сезон грибов в самом разгаре. И от осенних дождей дары леса растут как на дрожжах. Впрочем, как и сообщение на номер 112. Каждые выходные в сводке МЧС пополняются информации о пропавших. Анастасия Пахлёстова узнала, как не потеряться в лесных объятиях. Тот злополучный день Галина Судько помнит, как сейчас. Хотя с тех событий прошла почти неделя. В воскресенье женщина отправилась в лес за грибами. Заниматься тихой охотой любит. В дарах природа разбирается. Лесной массив возле родной деревни Слободки знает, как свои пять пальцев. Так она думала до тех пор, пока не заблудилась. Целый вечер пыталась выбраться из лесных объятий. Пошла искать деревню, где какую, чтобы построиться. Думала, скорее бы домой попасть. Телефона у женщины с собой не оказалось. Когда начало темнеть, родные подняли тревогу. Сын Владимир сам отправился на поиски, но они не принесли результатов, когда мужчина вызвал спасателей. Приехали сотрудники, наутро пошли искать всей Гурбой. Но обходили тут. Надо было дальше идти. Она же дальше зашла. А мы тут прошли, все тут нет. Искали пропажу весь вечер. Пытались привлечь внимание женщины с фетозвуковыми сигналами. Но все тщетно. Наутро поиски продолжили совместными усилиями милиции, спасателей и волонтеров. Ближе к вечеру один из местных жителей приехал с информацией, что женщину, которую ищем в лесу, он видел на трассе. Подтвердить эту информацию нам удалось сразу. Мы поехали как раз на то место, где наблюдали эту женщину. В результате по пути на трассе мы ее встретили, когда она уже шла домой. Женщина была обессилевшая, возможно, обезвоженная. Поэтому ей вызвали коридору скорой помощи, которая здесь уже на месте осмотрела женщину и сказала, что в принципе ее жизнь и здоровье ничего не угрожало. При сборах в лес лучше отложить подальше темные вещи. Одежда должна быть обязательно яркой, иначе есть риск маскировать себя среди кустов и веток. Можно сделать акцент на тебя в красную кепку, косынку или бандану. Обязательно нужно сообщить кому-то из близких, куда вы планируете пойти и когда вернуться. Стоит взять с собой минимальный запас воды и еды. МЧС рекомендует брать с собой в лес заряженный телефон. С его помощью можно самому позвонить по номеру 112. Девайс уже не раз спасал незадачливых грибников. За прошедшие выходные в лесах Бобруйского района зафиксировано 6 сообщений о потерявшихся в лесной гуще. В пяти случаях спасатели поддерживали связь с заплутавшими грибниками по телефону. При помощи звуковой сигнализации направляли людей к выходу из леса. Один из важных советов, который дают спасатели, уходя в лес, не идти в одиночку. Престарелым людям, гражданам, ходить в лес вообще нежелательно, потому что походы в лес сопровождаются сложными большими физическими нагрузками, которые не всегда хорошо сказываются на взрослых людей. Быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях поможет мобильное приложение МЧС «Помощь рядом». В нем собраны советы от спасателей, которые можно применить даже заблудившись в лесу. Одна из важных функций – кнопка звонка 112. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко. Итоги недели. На дворе «Октябрь» а школы города все еще преображаются на глазах. В учреждения образования продолжают поставлять новые комплекты мебели, а дворы украшают современные спортивные площадки. Здесь же меняются окна и создаются современные компьютерные классы. По поводу асфальтобетонных покрытий, то текущий ремонт уже выполнен на спортивных площадках. Школа номер 21, школа номер 20, 18, 10, 32 школа тоже выполнена, 26. В настоящее время производятся договорные работы по поводу укладки и текущего ремонта асфальта в школах номер 30 и гимназии номер 1. В этом учебном году на преобразование школы гимназии выделено свыше 600 тысяч рублей. Все для того, чтобы образование было не только качественным, но и комфортным. Отработанные схемы в Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета ежедневно поступает сообщение о краже денег в сети. Интернет-мошенники, как нигде, орудуют на площадке бесплатных объявлений «Куфор». Мария Береснеевич узнала, как не попасться на удочку аферистов. Фишинг-вишинг и сайты «Зеркала». Сегодня для оперативников это не просто термины, а четко разработанные уловки мошенников. В стране участили случаи кражи денег через интернет. Больше других киберпреступники втираются в доверие к продавцам сайтов бесплатных объявлений. В антитопе сейчас «Куфор». Схема проще простого. С вами посредством определенных мессенджеров, вайбер, ватсап, связывается злоумышленник, который представляется как потенциальный покупатель. В итоге предлагают вам в ходе переписки перейти, но на сайт. Данный сайт является не сайтом торговой площадки «Куфор», а фишингом, то есть подземным сайтом. При переходе на данную ссылку, значит, лицу необходимо предоставить реквизиты своей банковской платежной карты с целью получения в дальнейшее якобы денежных средств за приобретаемый товар. Только вот на деле деньги на карту не поступают. Наоборот, списывается все до копейки. Как только доверчивый продавец предоставляет реквизиты и личные данные, для вора в сети, как говорится, дело в шляпе. Третьим лицам нельзя передавать реквизиты банковской карточки, логины и пароли, смс-коды, которые приходят в смс-сообщениях, коды 3D Security. При фотографировании банковской карточки на пересылке други по друге никогда не передавайте трехзначный защитный код, который находится сзади банковской карточки. В некоторых случаях лучше не передавать вообще никакие реквизиты. Если человек вам сбрасывает ссылку, внимательно смотрите, какая ссылка происходит, потому что в основном фишинговые ссылки имеют расширения, такие как .ru, .com и другие расширения. Все официальные источники на территории Беларуси имеют либо .com, либо .buy. Вот и Павел Бурлаков из Бобруйска хотел продать телевизор, и счет не остался ни с чем. Вместо вырученных 400 рублей мог попасть на минус 300. Продавец вовремя спохватился. Покупатели, говорит, появились тут как тут, но что немаловажно, отозвались именно в Вайбере, код оператора Венгрия. Были невнимательны, игнорировали какие-то тревожные сигналы. Например, как это уже оказалось в конце, когда после всей ситуации решили открыть, почитать, что пишет куфор по этому поводу, мы просто попали в каждый пункт. То есть каждый пункт предупреждения площадки торговый куфор был про нас. Только за сентябрь вовруйским оперативникам поступило 37 сообщений от жертв куфор-мошенников. И это только одна площадка. Преступники, как правило, иностранцы. После подобных сделок найти зарубежных аферистов крайне сложно. Проще включить бдительность. Чтобы продажи на популярной площадке были защищенными, для пользователей черным по белому прописали правила безопасности. В разделе «Как не стать жертвой мошенников» все разложено по полочкам. Актуальны сейчас и мнимые звонки из банков. Киберпреступники выдают себя за сотрудников службы безопасности и просят продиктовать личные данные, якобы пытаясь уберечь клиента от похитителя. После вымышленные банкиры вместе со списанными деньгами исчезают в никуда. Во время таких звонков, уверяют правоохранители, трубку стоит класть тут же без зазрения совести. Мария Бересневич, Максим Глёнко, Павел Зуев. Итоги недели. Страсти в Америке, протесты в Киргизии, забастовки в Норвегии, скандинавские нефтяники ставят под угрозу добычу черного золота. В чем причина конфликта? Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Максиму Кембелю. К третьему дню протестов людей порядка меньше лозунгов и лидеров больше, где надушно еще накануне толпе потасовки между самими митингующими. В пустом доме правительства в это время заседает один из координационных советов оппозиции. К стране теперь три. Пока первый собирал подпись за люстрацию частого спутника революции, второй подменял собой верховную власть. Политическая ситуация в стране пошатнулась после согласия ЦИК отменить итоги голосования и назначить повторное. Сменился премьер-министр, ушел с должности глава МВД. Это третья за 15 лет цветная революция в Кыргызстане. И чем закончится это, неизвестно никому. Дональд Трамп отказался от онлайн-дебатов с Байденом. Он также обвинил модераторов мероприятия в попытке защитить его соперника. Ранее независимая комиссия по президентским дебатам США сообщила о новом формате встречи в связи с тем, что у американского лидера диагностировали COVID-19. Перед выборный штаб Джозефа Байдена распространил заявление, в котором говорится, что кандидат от демократов рассчитывает участвовать в дебатах с Трампом, несмотря на изменения их формата. Второй раунд был намечен 15 октября. В Норвегии забастовка нефтяников может привести к сокращению добычи нефти и газа на шельфе примерно на четверть. Накануне нефтегазовая ассоциация страны не приняла требования профсоюза об улучшении условий труда. Если договориться не удастся, то ежедневно нефтедобыча будет падать на 966 тысяч баррелей нефтяного эквивалента. Всего же страна добывает более 4 миллионов баррелей в сутки. Новости о норвежской забастовке удерживают цену на нефть марки Brent на уровне 42 долларов за баррель. В Рязанской области России полыхал склад боеприпасов. 14 поселков эвакуированы, сообщается по меньшей мере 20 пострадавших. Сейчас специалисты сражаются с последствиями взрыва. Для устранения проблемы задействовано более 650 военных и почти 200 единиц военной техники, в том числе самолеты, вертолеты и беспилотники. Из ближайших к арсеналу населенных пунктов эвакуировали местных жителей. Перекрыта федеральная трасса Каспий. ЧП произошло из-за природного пожара. Изначально рядом с местом взрыва загорела сухая трава. С течением времени огонь распространился и перекинулся на военные склады. Подожженные припасы взрывались каждые 5-10 секунд. Дональд Трамп объявил, что прекращают переговоры с демократами о новом плане финансовой поддержки американцев. Среди прочего, это наносит серьезный удар по надеждам кинематографистов. Финансовые проблемы возникли у китов Голливуда. Здесь переносит примеру за премьерой, тогда как деньги на производство картин уже потрачены, и вернуть их не представляется возможным. Столь же серьезные проблемы у проката. Корпорация «Синий Уорлд» объявила о закрытии 660 своих кинотеатров в Соединенных Штатах и Великобритании. Всего там работают 45 тысяч человек. Разорение компании грозит оставить их без средств к существованию. Только для спасения от банкротства корпорации необходимо найти полмиллиарда долларов. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты. Бобруськ-360 и я Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!